Пока мы пройдем игру, в которой зачем-то сделана пердящая хуета, ходящая с тобой постоянно. А сам квест выполнен в комиксовом стиле, типа как Бэтмен, этот самый, ну вы поняли какой. Кейп Крузейдер. Блин, интересно, как же я так на первом скане столько игр проебал Комодоровских, непонятно, видимо, хуево сканил, ну да ладно. Итак, игра, между прочим, 86-го года. Поехали, будем играть в это дерьмо. Значит, здесь надо научиться воевать с этими чуваками. Вот, значит, воевать, в принципе, с ними легко. Чего мне в этой игре не нравится? Мне не нравится пердящий слоник. Смотрите, когда же раз, когда мы к чему-то подходим, у нас есть выбор. Вот, мы, короче, взяли эту херню, видите, везде, где мы можем что-то сделать. Мы можем сделать, можем сдержать дыхание, можем использовать говно, которое мы только сейчас срезали, как трубку. Так, ну вот здесь, конечно, в начале игры какое-то странное говно. Взяли, короче, вот эту штуку. Мы должны были, типа, заметить, что вот эта штука тут. Да, да, форм ривер. Я, на самом деле, в рамках исключения, привет, Дима, сделан, ну, бредалон решил сейчас пройти, чтобы не откладывать. Вот, уж я и так поразбирался. Так, здесь что? Так, давайте. Зачем сделали пердящего слоника? Еще, кстати, узнал, что эту игру сделал чуть ли не один человек. Ну, почти что. Вот, что. Ближе к концу игры станет понятно, что это немного удивительно. Ну, с битва с ними такая, ты зажимаешь кнопку, дальше можно, в принципе, и вверх, и вниз, бить, как угодно можно убить. Ну, вот. Боевая система хуевая, это факт, с этим ничего не сделаешь. Так, нет, даже не вырубаешь, насколько он революционный. Так, вот здесь, помните, место, в котором я, в принципе, догадался, что надо сделать? Но я не догадался, как это сделать, потому что у меня не было этого фрукта. Вот здесь, смотрите, какая фишка. Подойти к этой лиане. Значит, как вызывается это меню? Тут зажимаешь кнопку фаера, и дальше, вверх, жмешь вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Вот. Здесь можно, короче, присобачить ля, ну и поползти сюда. Да, мы пойдем чуть позже. Так. Поднимаем это говно. Ну, в общем, это квест такой, в котором, конечно, основной упор на... В общем, почему я его, в принципе, решил играть, потому что он нарисован стильно, так скажем. Так, я что-то не понял. Да, вот нам сюда. Ты про что? Так, значит, здесь надо, короче... Мы, короче, кидаем фрукты, и слоник пошел за фруктом. Да, идолон, ну не знаю, короче. Сейчас давайте дойдем до... Идолона, и будем с ним разбираться. Пока что у нас эта игра. Это эксклюзив комодовский, полный. Ну вот. Посмотрим, насколько он. Да, сейчас здесь мы... Используем эту херню, идем сюда. Тут мы берем лампочку. Здесь опять какое-то кривое говно. Здесь надо походить, потыкаться туда-сюда. Идти сюда и взять вот это говно. То есть, ну, догадаться не то, что просто. Прямо скажем. Вот. Так, здесь, короче, мы, если пытаемся использовать, нам скажут, что это говно заржавело, и нам надо использовать масло, и после этого только использовать вот этот кров-бар, здоровый сторона. За каждое действие, как я понимаю, нам дают очки какие-то. Вот. Здесь у нас база подземная. Тут надо немножко разобраться, что делать. Так. Слоник дурацкий. Слоник, на самом деле, больше, по-моему, ни-зачем не нужен. Так все. Я думал, как обычно, планировали или что-то еще его сделать, но... Так, вот я убил чувака, получил из него пароль. Так, теперь я пошел сюда. А этого чувака, помни, не надо убивать. А этого надо, да. Получил второй пароль. Сюда я уже не могу попасть. Прекрасно. Здесь мне тоже ничего не надо. Так, мне нужно три пароля на самом деле. Давайте этого тоже убью. Или они все легко убиваются. На самом деле, тут на вас боссы нужно в основном здоровье оставить. Вот. Поэтому нужно всех этих человеков убить максимально без дамага. Так, тут ни хера больше нет, да, полезно? Там тоже. Ладненько. Пойдем выше. Слоник, хорош пердеть. Текс. Куда мы тут идем? Не сюда. Так, у меня два пароля. Так, два пароля у меня. Сейчас, насколько я помню, мы сюда еще, нам сюда еще рано идти. Давайте пойдем вниз. О, три пароля. Прекрасно. У нас три пароля. В принципе, тут локации понятные. Как бы ты идешь в одно место, тыкаешься туда куда-то не можешь попасть, идешь обратно. Вот, видите, я тыкнулся, куда я попасть не могу, все, иду обратно. Зачем переродит слоник, я не знаю. Эту дверку я еще открываю вот так. Так. Пиздим, чувачка. Дендари это какой-то, не знаю, персаж каких-то комиксов английских, насколько я понял. Ну, какой-то отстойный персонаж, насколько я понял. Так, ладно, давай мы тебя не будем убивать, ты какой-то бесполезный чувак. Еще мне понравилось, чем игра закончится. То есть, к сожалению, эту игру шедевром не назвать. Вот. Ну, к концу видно будет. Но можно назвать вполне нормальной игрой по комодовским меркам. Так. Лёсянка, в случае, я так пока считаю. На спектрами, кстати, тоже надо будет посмотреть Дендари. Там другая игра совершенно. Вот. Тогда я не захотел проходить эту игру, послабшись на то, что это обычный квест. Вот. Ну, а сейчас играть не во что, поэтому. Че уж там сидим, играем. Так. Тут вот, я не знаю, нахер мне нужно делать некоторые вещи. Здесь некая процентовка. Возможно, когда-то задумывалось, что что-то будет значить, эта процентовка. Но она ничего не значит, к сожалению. Вот. Так, здесь ничего нет. Правильно. Здесь ни хера нет. И тут мы спасаем первого чувака. Получаем очки, но... Как бы все, больше нам этот чувак ни за чем не нужен. Мы просто получили очки. И процентовку какую-то. Кстати, с точки зрения программирования, тут есть некие хорошие вещи, которые были сделаны. Так. Дверь не открывается. Так, эта дверь открылась. Вот таким действием. Короче. Че тут есть? Тут есть некие... ХП бывает, если ты неправильно будешь мородобоиться. Вот. Ну, достаточно просто жать... Так. После этого чувака. Достаточно просто жать... Там кнопку и вперед-вверх или вперед-вниз, и все будет нормально. Вот. Че я хотел сказать-то, господи. Че-то я хотел сказать. Забыл, что... Так, здесь мы не можем пройти. Когда ты забираешься по лестнице, у тебя есть несколько координат, ну, точнее, диапазон координат, в который ты можешь вылезти. То есть не так, что ты должен в один пиксель, понимаете, да? Вылезти и все. И встал в один пиксель. Тут такого нет. Тут ты как раз можешь спокойно вылезать с лестницы и не быть опиздюльным. О, у тебя, смотрите, прикольная фишка. Сейчас будет. Ну, давайте по всем порядку. Которая мне лично понравилась. Значит, смотрите, что-то происходит. Видите, это все пушки. Так. То есть, если я буду там пытаться что-то мудрить с боевкой, то у меня будут пиздить. Вот. А если я... Ну, там, видишь, меня чуть-чуть, в принципе, отнимается иногда. Чуть-чуть иногда отнимается. Вот. Но, да, чуть-чуть, по чуть-чуть, это факт. Отнимается по чуть-чуть. Так, здесь что? Здесь ничего. Надо еще ниже пойти. И так, в чем же прикольная фишка? О, смотрите. То есть... Вот эта штука. Берем, настраиваем. Так. Наверх. Так, отсюда. Тут что? Нет, это не сюда. Это, значит... Вот так. Это вот так. Это вот так. Не понимаю, зачем слоник пердит. Это вот так. Вот это лично мне понравилась, вот эта фишка. Теперь мы такие подходим сюда. Бах-бах-бах. Бах-бах-бах-бах. Бабах. Ну, прикольно же, да? Фасоли, кстати, и лично я не бережу от фасоли. Так что... Непонятно. На самом деле, как ни странно, это уже близко к концу игры. Как ни странно. Так, давайте мы убьем товарища. Ну, такой ластбосс будет не супер приятный. Так, идем. Очередной какой-то уебок не может справиться с сигнализацией своей собственной. И теперь его машина орет под окнами. Последственно, не правда ли? Так. Так, сюда, сюда. Так, сюда, сюда. Это сюда. Так, это куда? Сюда, сюда, сюда. Ух, уж эти люди. Так, ну посмотрим, что сейчас случится. И так. Ну, просто я вот не понимаю вот этих людей. Для них отдельный котел будет. Ну, как вы, блядь, нахуя вы ставите шумящую сигнализацию, если вы ее не слышите? В чем, блядь, смысл? В чем смысл этого звука для слоника? Я думаю, игру хотели сделать более масштабной. Просто, как всегда. На что бюджета хватило, на то и сделали. Так. Остался третий. Так, пиздим, чувака. Так, наверное, сюда. Так, тут, наверное, сюда. Рассказал сюда. Так, здесь что? Здесь так. Здесь так. Здесь, скорее всего, так. Здесь, скорее всего, так. Теперь посмотрим. Да. Эти штуки надо в правильном порядке разрушать. Так, вниз. Сюда. Сюда. Вниз. Сюда. Сюда. Ну, все. Так, с. Граната кидается, если что, зажимаешь кнопку. Кнопку и назад жмешь. Нравятся мне вот такие фишечки, конечно. Когда понимаешь, вот такое кастомное программирование. Блин, у слоника, ну нахера ты пердишь, вот скажи мне. Скорее всего, у слоника, это как какой-то такой, знаете, упражнение в программировании. Посмотрите, у нас слоник, который за тобой ходит, и в целом одном месте в игре может быть полезен. За каждый удар получаю очки, ни хига, ни фига себе. Интересно. Так, ну что? Что у нас тут осталось? Так, ты иди нахер, не хочу с тобой даже быть знакомым. Ну, короче, понятно, все, сигнализация будет орать до конца времен. Так, ага. Вот так, смотрите. Бум. Бум, блядь. Вот это, конечно, надо постараться. Ну, короче, да, здесь очень тоненько все. Он так и разрушается, прикольно. Блядь. Ну и да, тут можно проебать всю игру. Господи, как же у меня бесит, сигнализация орущая. А, блядь, а. Сука. Вот я промазал, например, гранатой. Ну, вы сдохнете. Так, отлично, челик убит. Теперь меня надо съебать отсюда. За две минуты. Ну, что ж, съебываем отсюда за две минуты. Тут мне поможет то, что я убил чувака сверху в начальной игры, если помните. В принципе, я его не убил, у меня сейчас... Была бы возможность сдохнуть от него. Ну, так как я чувака здесь убил, в самом начальной игры, в которой вот тут шагал. Ну, я спокойненько прохожу игру. Вот такая вот игра. Вот такая вот игра. Ну, не знаю. Да. На... Сделано, в принципе, прилично. Симпатично, прилично. Но, блин, короткая. Так что, до шедевра не дотягиваю. Ну, просто такая нормальная игра, стильно нарисованная на комод. С какой-то тупой фигнёй в начале. Ну, видно, что они что-то там успели сделать, что успели, сделали и выпустили. Не сильно рассчитываю на какой-то глобальный успех. Есть какие-то такие приятные детали в программировании. Что ты, например, с лестницы спокойно срезаешь. Ну, ладно, что там, не знаю, какая-нибудь восьмёрка вполне. Восемьдесят шестой год, кому-то, блядь, будто много во что играть там было, можно. Точно лучше, чем эти крейчисы, ебаные.